Сегодня дома, построенные азербайджанцами, которые проживали на древней родине Огузов, территории, где сейчас находится Армения, лежат в руинах. И прекрасная подаренная этим местам богом природа тоже осталась в одиночестве. Причиной всему этому является армянская оккупация и вандализм. Печально, что в современном мире есть народ, живущий такими сомнительными принципами. Народ, отличающийся склонностью к присвоению чужого, шовинизмом, живостью и жаждой уничтожения всего прекрасного. Он может принести этому миру только раздор, ненависть, вражду и резню. В этом контексте Армению можно сравнить с Францией, потому что история обоих этносов богата фактами массового убийства невинных людей, оккупации чужих земель, депортации мусульман и турок. Армения совершила геноцид против азербайджанцев в 1905, 1918, 1948, 1988, 1993 годах, оккупировала азербайджанские земли и опустошила территорию. Французы сделали то же самое с африканцами. Франция оккупировала 20 стран африканского континента и 300 лет держала их под своим контролем, превратила их в центр работорговли, опустошила военными действиями и совершила геноцид в Мали, Руанде, Анголе, Кот-де-Вуар, Сенегале, Бенине, Цар, Габоне, Сомали, Чаде, Конго, Джибути и Сьерра-Леоне. Оккупировав Алжир на 132 года, Франция истребила полтора миллиона человек, а в Руанде до одного миллиона человек. К сожалению, мы хорошо знакомы с массовыми убийствами, разграблением и разрушением. После Второй Карабахской войны Азербайджан показал международному сообществу ужасающие примеры армянского сепаратизма и истинное лицо оккупантов. Сейчас аналогичный процесс повторяется в случае с западным Азербайджаном. Районы, населенные тюрками-угузами, практически превращены в руины, как в африканских странах, как в Хиросиме, в Чернобыле и Карабахе. Мировая история знает, что Армения — моноэтническое государство, созданное на территории Азербайджана. Фашистски настроенные армяне, проводившие этническую чистку против проживающего в западном Азербайджане народа, но при этом на 35 лет оставили все села пустыми и заброшенными. Сепаратисты, совершившие подобное в Карабахе и подвергшие оккупации нашу территорию, за 30 лет превратили ее в руины. Возникает вопрос, если какое-либо государство оккупирует международно признанную территорию другой суверенной страны, считая эти земли своими, то почему оно не занимается ее благоустройством и развитием? Не развивает села, где когда-то проживали азербайджанцы? Конечно, на это есть несколько основных причин. Во-первых, в стране наблюдается дефицит населения, и граждане покидают страну. Согласно последним статистическим данным, прирост населения в Армении почти не регистрируется. Десятки тысяч человек покинули страну. Во-вторых, небольшие средства, выделяемые правительством Армении на развитие этих территорий, разворовываются коррумпированными чиновниками. В-третьих, армяне прекрасно понимают, что эта территория не принадлежит им, и вкладываться в чужие земли бессмысленно. Но сейчас эти земли ждут своих истинных хозяев. Эти хозяева, вернувшись на исконно свои земли, как в Карабахе, превратят их в цветущие райские сады, возродив погибающую природу. В большинстве мест, где жили азербайджанцы, никто не проживает. Вообще сегодня в Армении господствует период депопуляции. Люди уезжают оттуда. Нет естественного прироста. В то же время невыносимая политическая обстановка, репрессии, фактически диктатура и экономические трудности вынуждают их к этому. Наши села разрушаются. Мы не будем терпеть такое. Уверен, что наступит тот день, когда наши соотечественники из западного Азербайджана, их близкие дети и внуки вернутся на нашу историческую землю, в западный Азербайджан. Я уверен, что этот день наступит, и западные азербайджанцы вернутся на родные земли с большим энтузиазмом и воодушевлением.